Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Абонент Доступен, в студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня с нами на прямой связи по скайпу политолог Сергей Михеев Сергей Александрович, здравствуйте Здрасте Сергей Александрович, ну вот завершился саммит G20 Лидеры 20 стран, скажем так, говорят в СМИ, договорились договариваться, да? Как вы оцениваете его итоги и какие ключевые моменты можете выделить? Да, честно говоря, бывают вопросы и поинтереснее, чем G20 Потому что, на мой взгляд, вот эта обтекаемая резолюция, которую они написали Она говорит о том, что на самом деле нет четкого понимания между странами А еще, если точнее сказать, нет понимания между странами Запада и странами незапада Вообще, самое интересное, что там произошло, мой личный взгляд Это то, что Трамп выглядел немножко лишним на этом саммите Мне кажется, именно поэтому он пораньше уехал Пораньше, так сказать, покинул Буэнос-Айрес И даже не стал там участвовать в пресс-конференции Потому что было видно, что практически вся повестка, которую пытаются защищать незападные страны Она противоречит той политике, которую ведет Трамп Трамп выступает за протекционизм, Трамп выступает за санкционные пакеты Трамп выступает за то, что Америка имеет право наказывать всех и вся А вот все остальные страны, если, по крайней мере, не западные страны на двадцатке Они эту повестку дня не разделяют И мне кажется, это было достаточно заметно И я с этим связываю тот факт, что Трамп уехал даже пораньше Поэтому Трамп там был немножко лишним Это интересная тенденция чем? Тем, что в мире, мне кажется, все больше и больше нарастает понимание, что с американцами крайне сложно, а может быть, даже невозможно договариваться То есть то, что раньше было привлекательным в американской модели глобального доминирования Теперь стало все больше и больше отталкивать И в этом смысле встреча лидеров Индии, Китая и России Где Нарандра Моди индийский лидер напрямую сказал, что нам надо чаще встречаться, нам надо больше работать над определением собственных форматов Она очень символическая То есть все больше и больше страны, которые набирают экономический и политический вес Понимают, что быть под американцами это крайне сложно, невыгодно, опасно И американцы все меньше средств, на самом деле, навязывают в собственную повестку дня Хотя понятно, что главный ресурс американцев это доллар Пока они доллары печатают, а все мы расплачиваемся долларами в этих международных транзакциях Они будут держать руку на пульсе Но тем не менее тенденция, мне кажется, она такая в целом Даже несмотря на вот это перемирие между Китаем и американцами Она тенденция в целом такая, что многие страны, по крайней мере страны-двадцатки Все больше и больше понимают, что необходимо выходить в какие-то самостоятельные интеграционные форматы И что с американцами договариваться еще сложнее И надо больше договариваться друг с другом Для того, чтобы понимать, как в этом мире не просто выживать, а развиваться Что касается решения Дональда Трампа отменить Он в Твиттере тогда написал отменить встречу с Владимиром Путиным Такую отдельную встречу на саммите Затем он все-таки сказал, что нам нужно договариваться Вот как вы вообще оцениваете поведение, в том числе и виртуальное поведение американского президента И к чему это может привести? Ну что касается этой встречи, если честно Вокруг того, что Трамп не встретился с Путиным Много разговоров Но на мой взгляд ехать в Буэнос-Айрес ради встречи с Трампом Было бы неправильно, хотя бы потому, что это противоречит концепции двадцатки Двадцатка как раз появилась как альтернатива G7 Давайте говорить откровенно Если раньше G7 как клуб западных держав претендовал на доминирование на планете На то, что они как бы управляют ситуацией То двадцатка появилась именно как необходимость признания того Что кроме Запада существуют и другие страны Причем они достаточно ресурсные Они развиваются, они двигаются вперед Поэтому ехать только ради встречи с Трампом было неправильно По отношению к концепции двадцатки, ко всей остальной двадцатки Ну а если говорить об этой встрече Трамп за час буквально изменил свое решение Версия американской стороны известна На нашей версии мы склоняемся к тому, что это в первую очередь внутренние проблемы Я думаю, там всего было достаточно Трамп решил пожертвовать внешним контуром ради внутренних проблем С одной стороны, с другой стороны, здесь попался неплохой повод Но я еще не исключаю такую вещь Что, в принципе, вот этот вот повод с инцидентом в Керчевском проливе Могли использовать те, кто очень боялся переговоров Путина и Трампа По договору об РСНД Ракетах средней малой дальности А также по СНВ Ограничениям наземных вооружений Потому что, в принципе, даже в американской прессе Раздавались такие голоса, что вот, мол, сейчас Путин возьмет и убедит Трампа Все-таки не выходить из этого договора И каким-то образом найти компромисс Может быть, даже вопреки Конгрессу Продлите действия этого договора Я уж не знаю, насколько это возможно И я не исключаю, что, в принципе, те в эстеблишменте американском И шире евроатлантическом, кто этого не хотел Они использовали повод в Керчевском проливе Для того, чтобы убедить Трампа, что встречаться не надо А в итоге не получилось в первую очередь разговора по РСНД Потому что, на самом деле, никакого там Никого двустороннего диалога не намечалось А вот действительно серьезная вещь, которая должна была быть обсуждена И которая, кстати, для Европы, на мой взгляд, крайне важна Это РСНД, этого не состоялось А чем, на ваш взгляд, чреват выход из этих договоров Ну, со стороны Соединенных Штатов Америки Такие разговоры звучат Это не разговоры даже, а намерения Вот, на ваш взгляд, к чему это может привести? Это приведет к гонке вооружений Это даже не вызывает никаких сомнений Это приведет к гонке вооружений и с российской, и с американской стороны К разработке новых видов, типов вооружений К разработке новых видов и типов защиты от этих вооружений И, возможно, к определенной передислокации Передислокации расположения этих вооружений для Европы Это чревато, на мой взгляд, ну, скажем, каким-то изменением американского военного присутствия Может быть и в сторону усиления ракетно-ядерной составляющей Хотя американцы сказали, нет, они не будут этого делать в Европе Но сегодня они сказали одно, завтра они скажут другое Я скажу, что Россия такая страшная, что, в принципе, надо это сделать За российской стороны тоже будут приниматься соответствующие меры То есть гонка вооружений будет развиваться, это означает только одно Это означает увеличение в целом напряженности И, знаете, как вот здесь там американские ученые сделали такие часы Где там без пяти конец света Вот эта стрелочка подвинется к концу света еще немножко Ну вот были мнения о том, что в случае выхода США из договора Латвия станет мишенью номер один Вот на ваш взгляд, что грозит странам НАТО и близким к России странам В случае, если США все-таки выйдет из договора о ракетах малой и средней дальности? Ну, могу успокоить, мишенью номер один все равно будут американцы Они как были мишенью номер один, так мишенью номер один останутся Здесь вам не удастся их подвинуть, не думайте Но, что касается роли всех стран, входящих в НАТО Конечно, в принципе, все страны НАТО потенциально являются мишенью для нашего ракеты неядерного оружия Это очевидно И когда в НАТО, мне кажется, вступали эти страны, они должны были это для себя понимать По крайней мере, если там были военные, которые могли принимать ответственные военные решения Они должны были, в принципе, это учитывать Конечно, все страны НАТО, включая Латвию, потенциально находятся на прицеле Ну, а что? Это правда Теперь, если, в принципе, ситуация будет... Значит, если напряженность будет расти Если американцы будут совершать какие-то недручные движения в Европе Если они будут совершать такие недручные движения в Прибалтике Вот мы же знаем, что за последние 4-5 лет под предлогом украинского кризиса В странах Прибалтике стало и больше натовских военных, и больше натовской инфраструктуры И вот эти вот тоже всякие такие проходят мероприятия, учения и прочее-прочее Ну, конечно, это повышает и общий уровень недоверия друг к другу И, в принципе, повышает уровень военной опасности и для стран, так сказать, НАТО, и для России в целом Это надо очевидно брать НАТО – это не благотворительная организация НАТО – это военно-политический блок Военно-политические блоки создаются для войны Поэтому чем больше приготовления к войне, тем больше вероятность этой войны Хотя, на мой взгляд, всерьез говорить о том, что Россия хочет вторгнуться в Прибалтику Я просто очень хорошо знаю историю по Украине и Крыму Я вас уверяю, что с Крымом-то, в общем, на самом деле получилось не столько благодаряскому, а вопреки А уж и Балтика – это, не знаю, вообще за пределами, мне кажется, разумного понимания Мне кажется, эти все темы нагнетаются в Восточной Европе исключительно ради одной цели Для того, чтобы продавать свою геополитическую роль, грубо говоря Вот если нет российской угрозы, тогда вообще к чему вот все это? Внимание, например, к восточному флангу НАТО Да ни к чему Тогда вообще как бы просто ровная карта безопасности, предположим В свое время Россия выходила, с этим предложением Ровная карта безопасности от Атлантического до Тихого океана И, в принципе, конечно, в этом смысле роль стран Восточной Европы серьезно снижается Вот мне кажется, страны Восточной Европы, их элиты, они вот на этой опасной игре увеличивают свой политический вес Вы сказали о том, что в случае выхода из договоров усилится гонка вооружений А на ваш взгляд, кому выгодна все-таки эта история, кому выгодна гонка вооружений? Есть у этой истории такие стороны, которые могут получить преимущество? Ну, наверное, это, как традиционно говорят, военно-промышленный комплекс Трамп, в конце концов, обещал новые рабочие места американскому ВПК Обещал новые заказы, они, кстати, поступают, эти новые заказы В принципе, выход из этого договора, он создаст повод для увеличения военного бюджета И размещения новых военных заказов, несомненно Что касается российской ВПК Российский военно-промышленный комплекс, он, в общем, конечно, тоже, наверное, косвенно заинтересован в гонке вооружений Но масштабы российского ВПК, они несравнимы с американскими И нашей стратегией является создание, что называется, непропорциональных ответов Асимметричных, как это модно стало говорить То есть, грубо говоря, учитывая нехватку ресурсов и ограниченность в средствах В России делают ставку на повышение эффективности То есть, не на то, чтобы завалить заказы в ВПК А на то, чтобы создавать такие виды оружия, которые при меньшей стоимости и при меньшей сложности Были бы столь же эффективными Вообще, это, кстати говоря, традиция отечественного военно-промышленного комплекса И советского, и досоветского И именно поэтому удавалось создавать такие удачные образцы оружия Как всем известный автомат Калашников Дешевый, надежный, безотказный И при этом по эффективности сравнимый с любым другим видом стрелкового оружия Примерно то же самое делается и в отношении всех остальных видов вооружений Вот это первое Второе, мне кажется, само по себе вот этот выход повышает степень напряженности И разговора про российскую угрозу А чем больше российской угрозы, тем больше американцам надо присутствовать в Европе А для американцев это жизненно необходимо Я неоднократно говорю, еще раз скажу На самом деле, на мой взгляд, одна из главных проблем Соединенных Штатов Америки в 21 веке Это не столько даже Россия или даже Китай, сколько Европа Европа, по крайней мере, это проблема сопоставимая с проблемой России Почему? Объединенная Европа будет неизбежно стремиться к повышению своей роли в глобальной политике и глобальной экономике И это, собственно говоря, является заложено естественным образом в концепцию Объединенной Европы Потому что иначе, если не становиться отдельным полюсом влияния Зачем тогда вообще весь Евросоюз и к чему вообще все это было придумано Мы можем друг другу рассказывать сказки, чтобы людям было легче на работу ездить Но на самом деле, изначально, как бы, в головах людей, которые Евросоюз задумывали Это были Соединенные Штаты Европы как отдельный полюс глобального влияния Но в этом случае, несомненно, распадается евроатлантическая солидарность И Европа в некой дальней перспективе становится конкурентом Америки И это важно Если Америка уйдет из Европы, если Европа больше будет не нуждаться в американской крыше Америка потеряет позиции в Евразии Для Америки это крах, это катастрофа Поэтому Америка будет всеми силами искать Вот, кстати говоря, сейчас дискуссии по поводу европейской армии И дискуссии вокруг вот этих французских событий Она это косвенно, по крайней мере, подтверждает Американцы очень хотят иметь крышу, чтобы Европа сохраняла военную крышу Американскую первое Второе, чтобы она экономически была пристегнута к штатам Ну и третье, политически, естественно, тоже была бы зависима Таким образом, Европа будет все время в роли, ну хорошо, союзника Не будем говорить какие-то обидные слова, типа лассала Но постоянных младших партнеров, скажем так Это и есть залог американского глобального доминирования Представьте себе, что Европа будет самостоятельна Вернутся времена, когда Америка будет конфликтовать с Европой В конце концов, Америка это бывшая европейская колония В первую очередь, и Канада, и Америка Испанские, английские и французские Вот смотрите, какие напряженные отношения складываются с Францем То есть, если смотреть в перспективу такую, знаете, футурологическую Ну, конечно, Европа, она будет неизбежно стремиться к самостоятельности И именно поэтому американцам нужна очень серьезная угроза для Европы Для этого нужна российская угроза Как вот Россия страшная, хочет не сегодня, завтра захватить Это первое Второе, ей нужны близкие союзники, типа вот стран при Балтике Или Польши, которые вот эту вот антироссийскую волну По своим соображениям подхватывают Готовы ее раскручивать и развивать и прочее, прочее Америка все больше входит в конфликт со старой Европой И все больше, ну что называется, садится на уши восточной новой Европе Сергей Михеев у нас на прямой связи Российский политолог У нас много звонков Начнем их принимать Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день Ольга Ушакова Да, слушай, очень коротко попросим, чтобы гость мог ответить Да, Сергей, вам как самому такому ответственному эксперту Самый короткий, и я полагаю важный вопрос Вот Россия, она полностью помогает Донбассу Благодаря Донбассу Благодаря этому поддержке Донбасс живет С другой стороны, она полностью содержит киевский режим Экономические финансы Вот эта дикая ситуация Она показывает, что Россия является заложником В политическом и военном отношении И выхода как бы и нет И вам, бедным экспертам, приходится, как говорится Одевать голову короля Единственное, вы даете об этом какую-то реальность Вот, просветите нас, пожалуйста Да, спасибо вам Вот такая вопрос Реальность простая достаточно Во-первых, конечно, Россия не полностью поддерживает Донбасс И во-вторых, она не полностью содержит киевский режим И все такое прочее Что об этом обычно говорят А есть ситуация, которая является следствием распада Большой страны в 91-м году В общем, надо сказать, что для России, конечно, это было крупное геополитическое поражение Может быть, крупнейшее геополитическое поражение За всю ее историю Это очевидно Или одно из крупнейших И до сих пор мы находимся в состоянии постепенного выхода из этого поражения И оно имеет большое количество разных метастазов В том числе и в обуторной политике Внутри России идет борьба Да, несомненно Она никогда никогда не заканчивалась Она продолжается и сейчас Между теми, кто отставит более суверенную политику Готов на более какие-то решительные действия И между теми, кто в принципе уверен, что все эти игры, суверенитеты Это все пережитки прошлого Мы и те, кто пытается находиться в центре и соблюдать некий баланс Этот баланс выражается в такой непоследовательности Когда не хватает системы И там, и там И здесь мы что-то хотим иметь И там вроде как не готовы полностью уходить У этого есть вот такие идеологические причины Но есть и вполне практические причины Во-первых, в Украине огромное количество российского бизнеса сохраняется Несмотря на то, что произошло в последние пять лет И люди, которые этот бизнес держат Они, несомненно, оказывают влияние на принятие политических решений Это всем известно Никого здесь секрета особого нет Вот потихоньку жизнь заставляет этот бизнес сворачивать Чем быстрее они его свернут полностью Тем быстрее эта политика станет более свободной Но и в этом тоже парадокс Киевские власти пытаются вытеснить российский бизнес со стороны Не понимая, что как только они вытеснят его полностью У Кремля будут гораздо серьезнее развязанные руки в отношении Киева Вот когда придут, например, выборы президента 31 марта на Украине Я не исключаю, что Россия может не признать эти выборы Если они будут сопровождаться фальсификациями Или еще чем-то в этом роде Россия может не признать И в таком случае с непризнанной властью Не будет считать себя ограниченной Никакими обязательствами в отношениях Это с одной стороны С другой стороны, есть действительно надежды Вот они, на мой взгляд, иллюзорны Но тем не менее, что на Украине Все-таки ситуация будет меняться Она будет, конечно, меняться, несомненно Вот почему Порошенко сейчас так забеспокоился Не потому, что он может уже в марте вылететь с поста президента А любой, кто придет ему на смену Он уже будет немножко другим Потому что Порошенко столько всего наделал Написал и наговорил Что ему, конечно, крайне трудно пойти на компромиссы Для него очень тяжело включить обратную скорость А любой другой, кто придет после него Пусть это будет даже тоже Человек, настроенный достаточно антироссийский Все равно уже будет иметь большую свободу маневра Вот такие дела То есть есть надежда на то, что, может быть Как-то ситуация будет меняться естественным образом Еще звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Виктор вас беспокоит Да, слушаем вас Вопрос у меня к российскому эксперту Вот в контексте договора о ракетах средней и малой дальности Который вдруг, в кавычках, стал педалироваться американской стороной Но этот вопрос нельзя рассматривать и вне темы общего климата В российско-американских отношениях Вот В данном случае, в 16-м году, я бы хотел напомнить Президент России Владимир Путин Озвучил предварительные условия России Для улучшения этих отношений Они касались не только Обамы Как персонали Но и в целом штатов как страны То есть там 4 пункта было Это отказ НАТО Откат НАТО, вернее, границам 11-го года Вот, границ российских Демонтаж необратимой инфраструктуры Созданной после этого времени Отмена санкций И компенсация России ущерба Нанесенного данными санкциями Вот выполнение всех этих вещей Является предпосылкой для общей нормализации отношений со штатами Ну и дальше соответствующими выходами на оруженческую тематику Да, какой у вас вопрос, чтобы гость мог ответить Ну вот у меня, вопрос у меня такой Насколько все вот это сейчас актуально Потому что дело в том, что эти важнейшие моменты Они действительно объективно С точки зрения военной безопасности России актуальны Вот, насколько они задвинуты в угол О них никто не вспоминает Спасибо Спасибо вам Ничего я не слышал ни про какие четыре пункта Если честно Мне кажется, это какие-то тоже фантазии из интернета в основном Что-то я не помню, чтобы мы такие ультиматумы выдвигали Я бы первый был бы рад, чтобы такой ультиматум был выдвинут На самом деле никаких таких ультиматумов мы никогда, американцы, не выдвигали Может быть, в беседах это где-то как-то и проскальзывало Но в целом сказать, что вот это такое было какое-то официальное требование Оно, мне кажется, очевидно, что американцы в нынешней исторической ситуации На это не пойдут, поэтому задвинуты, не задвинуты Я даже не видел, чтобы кто-то выдвигал, если честно Мне кажется, это больше из области каких-то патриотических фантазий Нет, это ничего, ни на что, ни на какие уступки они идти не собираются С какой стати они будут идти на уступки? Смотрите, ядерной войны они не боятся Почему? Потому что понимают, что Россия не нанесет ядерного дара первого Это раз Второе, что касается обычной войны То они не собираются вступать в прямое столкновение с Россией Они будут использовать Используют уже локальные конфликты И третье, что касается экономики Россия для них не конкурент С какой стати они будут хоть что-то делать Вы думаете, им очень нужно улучшение отношений с Россией? Плевать, они хотели на эти отношения Это у нас есть группа элиты Которая финансово и идеологически завязана На вот это сотрудничество с глобальной элитой На вот эту западную американскую тему Им очень хочется улучшения отношений Американцы, на мой взгляд, вообще им на это нагревать Давайте скажем честно Вот и все Единственное, что они боятся, это возможности ядерной войны Этого они правда боятся Это у них есть И поэтому они с нами разговаривают А во всем остальном Я что-то не считаю, что вообще они заинтересованы в этом Мое глубокое убеждение Я анализирую какие-то факты, которые есть Все эти контакты с американцами Это полная ложь от начала и до конца Все эти волки, которые приезжают в Москву Все эти волки, которые назначаются спецпредставителем по Украине У них задача одна Обмануть И этой задачей они занимаются Почему? Потому что они считают, что в принципе Это эффективная тактика и стратегия В отношении их с Россией Еще звонок у нас Здравствуйте, слушаем вас Добрый день, Гусей Михеев Я вот форма и содержание Все-таки смотрю Все с меньшим удовольствием эти ток-шоу Вот Кедми, Кургинян и вы Вы все ближе к Кургиняну, все дальше от Кедми То есть форма, понимаете Вот эта манера Соловьева Общаться с любым перебившим в вас И ваше желание воткнуться Понимаете, я понимаю, что тяжело сдержаться Но теряете вы от этого И в симпатиях, я думаю, не только в моих Вот как-то с возрастом Вот Кургиняна, шпена идет Ну, понимаете, что бы ни говорил человек Такой подачи, в такой форме Обесценивается сказанное вами Да, какой у вас вопрос? Я узнаю, не хочет ли господин Михеев Поменять манеру общения Да, спасибо вам Да, Сергей Александрович Ну, тут все очень просто, понимаете Жанр определяет вот эту ситуацию Когда вы уходите на ринг Например, скажем Вам приходится бить морду противнику Это все равно, что боксеру сказать Не хотите ли вы поменять свой способ общения? Зачем вы бьете морду вашему противнику? Может быть, лучше перед ним расшаркаться И, грубо говоря, так сказать Сводить его в оперу и прочее, прочее Ну, это же смешно Вот чем дело Там, как бы, стилистику задаю не я Сами понимаете Если я буду просто-напросто молчать Но вы вообще ничего не услышите Это первое Второе, надо понимать, что, конечно, во всех этих ток-шоу Есть элемент, что называется, игры определенной Но не с той точки зрения, что все друг с другом договорились Там никто ни с кем не договаривается А с той точки зрения, что каналам нужен рейтинг А рейтинг – это скандал Поэтому ведущие очень часто, так сказать, провоцируют эти скандалы Обостряют что-то, потому что, ну, к сожалению Вы говорите, вот вам не нравится А огромное количество других людей нравится И скандалы дают рейтинги А рейтинги что дают? Рейтинги дают рекламные бюджеты Вот и все Это же в том числе бизнес Да, каналы зарабатывают деньги И для них это, в первую очередь, главное Но то, что там, сама по себе, эта стилистика ток-шоу Она, конечно, такая, скажем, сомнительная Это да, я с этим согласен И если вы следите за тем, что я говорю То вы могли увидеть, как я, значит, последовательно ушел Сначала с одного ток-шоу, потом с другого встретил У нас же много этих ток-шоу Первый канал, НТВ, ТВЦ, еще там фиг Меня там больше нет Единственное, что я для себя оставил – это Соловьев Потому что считаю, что это, так сказать, более высокий уровень Потому что другой выбор – это просто вообще уйти Например, когда вы там общаетесь на украинские темы Варианта, что вы будете тихо и спокойно читать лекцию Просто нет Это первое И второе, если вам это интересно Вы можете слушать, прошу прощения за саморекламу Но меня ее вынудили На Вести ФМ, передача «Железная логика» по радио Значит, в понедельник 3 часа и в пятницу 3 часа Все это выкладывается в интернет Там я ни с кем не спорю А мы там с ведущим спокойно 3 часа Без всякой пены у рта и прочего-прочего Обсуждаем все эти вещи Поэтому на каждый жанр есть соответствующий формат Вот и все И все, звонок у нас много радиослушателей на линии Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей Каковы шансы Латвии построить Сделайте, пожалуйста, радиоприемник, пожалуйста Построить мононациональное государство Ну или сохраниться в его рамках, если оно уже построено Ну, в принципе, как и всех прибалтийских республик Спасибо Да, спасибо Если честно, я не считаю себя специалистом в латвийских делах И напомню, кто не в курсе, что мне запрещен въезд в Евросоюз по инициативе Литвы У вас там есть тоже соседнее государство С 2014 года мне запрещен въезд в Евросоюз Я до сих пор толком не знаю, почему Но я вот один раз приехал в Литву и выступил там в Вильнюсе И вот просто собрали людей, которым было интересно меня послушать После этого я получил запрет Сначала на три года, потом прогрели еще на три года Без объяснения причин Но, видимо, боятся люди прямой открытой дискуссии Не знаю Что касается мононациональных государств Вы спрашиваете, каковы шансы? Но если все, кто считает себя не латышами, не литовцами и не эстонцами Откажутся от своей идентичности или уедут оттуда Все, тогда будет мононациональное государство построено Если не откажутся от своей идентичности, от своего языка, от своих убеждений Значит, и не будет никаких шансов То есть, на самом деле, дорогу оселит идущий, что называется И многое зависит от нас Но в целом, мне, конечно, такая этническая политика в Прибалтике никогда не нравилась Потому что она, несомненно, отдает таким российским подходам, если честно Мне кажется, опять же, есть ситуация просто боязни прямой конкуренции Для этого уходятся всевозможные ограничения и прочее Вот эти прибалтийские политические элиты таким образом себя реализуют Потому что они понимают, что в открытой конкуренции И в ситуации, например, скажем, нормальных отношений между Россией и Европой Пожалуй, их вообще никто и не заметит И они не будут востребованы Вот и все Еще звонок у нас Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна Очень приятно, господин Михеевич Я очень давно хотела задать такой вопрос Просто не имела право И Соловьев не могла связаться Я заметила, что вы действительно остались только у Соловьева Но у меня к вам вопрос Вот Соловьев, умница, в принципе Там все нормально Но неужели ток-шоу должны быть клоуны? Я не хочу обидеть господина Ковтана Но то, что он терпит от Соловьева Ну, конечно, он очень мало знает И это видно Но то, что он терпит, улыбает Сначала он орет, потом улыбается И говорит всякую ерунду Вот как это можно? Вы понимаете, действительно, рейтинг программы может упасть Мы действительно развитый народ в Латвии И мы никогда не поддадимся тому Что наш язык и все будет уничтожен Мы, скорее всего, уедем тогда отсюда Это я вам точно могу сказать Спасибо, до свидания Да, спасибо вам Это скорее репута Ну, я не... Как бы заметили, я не Соловьев и не Ковтан Еще раз говорю То, что я выступаю в программах Владимира Соловьева Не означает, что я имею хоть какое-либо влияние На формирование программной политики Я к этому не имею ни малейшего отношения вообще Да, я с ним как бы в неплохих отношениях Да, меня туда приглашают Но я не влияю на то, кого приглашают гости Какие темы там Я к программам политики не имею ни малейшего отношения Поэтому я уже сказал Соловьев, он, с одной стороны, конечно Он заинтересован в содержательной дискуссии Но, с другой стороны Это, несомненно, такой жанр Когда каналы борются за аудиторию Понижает это на рейтинге Повышает У вас понижает Где-то, может, повышает Я не знаю Это вопрос не ко мне Что касается людей именно с Украины Я, честно говоря, считаю Общий уровень украинских экспертов Крайне низким Крайне низким Что касается упомянутого Ковстана Ну, мне кажется, вообще с ним Ну, как бы уже дискуссии-то никто не ведет Он просто такой, ну, что называется Объект развлечения публики Если раньше пытались люди Серьезно анализировать, что он там говорит То теперь просто улыбаются, когда его видят И все Вот такие дела Да, еще звонок примем Здравствуйте, слушаем вас Здравствуйте Да, покороче, пожалуйста Давайте вопрос, чтобы гость ответил Меня Глеб, да, зовут И у меня вопрос такой От дел российских В Латинскую Америку Первое Ваше мнение Президент-фашист в Бразилии Удалось ли выбить Выбить Бразилию из БРИКС И второе Хотел увидеть Вообще-то тонкий троллинг Российского правительства Великобритании Раз уж поехали в Аргентину Где поставки С-300 Где поставки фрегатов Комплексов Бастион Как бы не мешают Вот с моей точки зрения Асимметричный ответ Должен был в том Чтобы напомнить Великобритании Про Фалкленские острова А как-то это ничего не было Есть ли вы какая-то информация Поделитесь, пожалуйста Да, спасибо Ну, что касается Бразилии В рамках G20 Был проведен саммит БРИКС Как вы знаете, да Там, правда, президент Бразилии Участвовал Который уходит сейчас Насколько я знаю Я думаю, что БРИКС Никуда не денется Он будет Независимо от того Что там Новый глава государства Бразильского Высказывает Свои симпатии к Трампу Это все Что называется Мне кажется Спорт учебе не помеха Первое Второе, что касается Аргентины Все очень просто Вы знаете У Аргентины нет денег На все, что вы сказали С-300 Бастион Это вообще, между прочим Все довольно дорогие игрушки Вот дарить их Аргентине А ради чего? Разве Аргентина готова Бороться за Фалкленские острова? Нет, не готова Она проиграла эту войну В 1984 году И все Вот и все дела И Аргентина не является Военно-политическим союзником Россия Поэтому, если бы она была Таким союзником Вот вопрос бы рассматривался А так они могут купить Но у них нет денег Вообще, в Аргентине Она же в очень тяжелом Экономическом положении Это страна Это страна, которой рекомендации МВФ Опустили ниже плинтуса Когда-то Аргентина, между прочим Была богаче Студеновщиков Америки Давным-давно была Уже об этом Все забыли Но тем не менее Сейчас Аргентина Это страна победивших Рекомендации МВФ Очень тяжелый кризис Очень низкий уровень Значит Очень низкий уровень жизни И какие там МС-300 Какие там бастионы У них нет денег На гораздо более простые вещи 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира Звоните нам Также пишите по WhatsApp 230-6191 Я повторю номер 230-6191 Задавайте вопросы Нашему гостю Да, ну вот Возвращаясь все-таки К России и Западу Сейчас в обществе Идут разговоры О противостоянии России и Запада И в частности Это противостояние Сравнивают с Противостоянием СССР И Запада В 50-х С 50-х По 80-е Вот можно ли При нынешнем раскладе Как вам кажется Проводить такую параллель С холодной войной Ну если хочется То можно Вот почему бы и нет Есть желание Проводить любые параллели Ну в принципе В определенной Смысле Они эти параллели Имеют право На существование Почему Потому что Единственным Действительно серьезным Военным соперником США в мире Остается только Россия Китай При всем его Экономическом росте На самом деле Военным соперником Для США Не является Если предположить Например завтра Войну между Китаем и США Китай проиграет 100% Абсолютно Потому что у него Просто нет Достаточно Ракетно-ядерного потенциала И видимо В ближайшее Обозреваемое Советского Союза В военно-политическом смысле Это держава Номер один Или номер два Уж как хотите Но это единственная Единственная страна Которая действительно Американцы Всерьез рассматривают Как такого военного противника Который может нанести Америке Невосполнимый урон Поэтому в этом смысле В этом смысле Параллели эти Действительно Имеют место быть Но с другой стороны Мы видим На самом деле Умышленную игру Американцев На виртуализацию Ситуации Потому что Они-то понимают Что да Россия действительно Достаточно сильна В военном плане С точки зрения Ракетно-ядерного потенциала Но на самом деле У России нет Такого влияния Которое было У Советского Союза И самое главное У России нет Реально планов Таких Какие были У Советского Союза И организации Варшавского договора То есть в данном случае Они достаточно подло И цинично Но используют ситуацию При которой они совершенно Чувствуют себя В полной безопасности Что Россия не нападет Что Россия не собирается Нападать Что Россия нет Таких планов Глобального влияния Экспансии Какие были У Советского Союза Поэтому можно делать Все что угодно И вот они Это они в первую очередь Раздувают Российскую грузу До уровня якобы советского То есть в этом смысле Такая параллельная Является Скажем так Надуманной И ее Мне кажется Как раз пытаются Внедрить В первую очередь С американской стороны Ну что ж На этом мы будем Заканчивать нашу программу Гостем абонента Сегодня был Сергей Михеев Российский политолог Он отвечал на наши вопросы И на вопросы наших радиослушателей Спасибо вам большое Что нашли время И вышли в прямой эфир Впереди программа Болтком онлайн Говорим о Новой холодной войне Вместе с экспертами Журналистами Так что оставайтесь с нами Через несколько минут Продолжим этот разговор Ну а нашему гостю мы говорим Спасибо и до свидания Всего доброго Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам Спасибо вам